Мастер и Маргарита Актеры этого жанра не носили катурный. Выступали они в смешных или уродливых масках, а их танцы были всегда вызывающими и даже непристойными. Актеров на сцене было только три. Настоящий полудоль хор мог быть весьма многочисленным. Театр Древней Греции. Комедия. У нас в гостях историки Лариса Селиванова. Здравствуйте. И Андрей Стрелков. Здравствуйте. Андрей Стрелков. Выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Кандидат исторических наук. Доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор работ по истории Древней Греции, нумизматики и эпиграфики. Лариса Селиванова. Окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Научный сотрудник отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Основные труды. Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире. Древняя Греция. Эстоматии по гендерной истории. ГОМЕРИЧЕСКОГО СМЕХА Пока мы не оказались во власти гомерического смеха, обратимся к его истокам. К природе греческого гелоса. Из культа бога вина и виноградарства Диониса родилась греческая драма. Драма, в свою очередь, дала начало трем жанрам. Трагедии, сатировской драме и комедии. Как мы уже говорили, трагедия означает «козлиные песни». Сатировская драма своим названием напоминает о веселых козлоногих спутниках бога, в которых переодевались участники праздников. А слово «комедия» происходит от греческого «кумос». Так назывались веселые, разухабистые ватаги молодцов, которые после, так сказать, официальной части праздника, хорошенько набравшись, вырядившись во что попало, измазав лицо винным суслом, чтобы быть неузнанными, разбредались по селу или некоторые отправлялись в город в поисках приключений. Как то? Подразнить горожан, это любимое занятие. Остановиться около какого-то дома и в такой сценке пантомиме пародийно рассказать о его обитателях. Или приставать к прохожим со всякими скабрезными шутками-прибаутками. Прохожие реагировали адекватно и тоже отвечали соленым юморком или откровенной непристойностью. И всё это сопровождалось смехом, кривлянием, дурачеством, песнями, прыжками. Что считалось, в общем, богу в этом дело? Считалось, да, потому что бог, у которого была эпиклеса Лиэй, то есть развязывающий и распускающий, он одобрял вот такое поведение. Это, конечно, не норма, упаси бог, повседневности, но на таких праздниках нужно было себя вести так обязательно. И вот этим Дионисий, пожалуй, хотя и не только этим, похожий на средневековый карнавал. Дионис в древнегреческой мифологии сын Зевса и фиванской царевны Семела. Культ Диониса существовал в Реце уже в критомикенскую эпоху, но широкое распространение получил в 8-6 веках до н.э. Особенно среди сельского населения, почитавшего Диониса главным образом как земледельческое божество или покровителя виноградарства и виноделья. В классическую эпоху культ Диониса пользовался особой популярностью в Афинах и Дельфах. Из таких вот веселых бытовых сценок карикатурного плана с участием ряженых, непристойных шуточек, беззлобных, но метких пикировок, по сути, состязаний пересмешников и из других культовых действий в честь Диониса, таких как, например, пение дифирамбов и фаллические шествия, и возникла комедия. То есть мы должны еще раз напомнить, что комедия происходит от слова комос, то есть веселая праздничная толпа, гулянка, или по-другому, от коме, деревня, и от дэ, песня, то есть сельская песня. Действительно, именно в сельских праздниках комедия и зародилась. И, кстати, с самого начала она развивалась в остром антагонизме с городской культурой. Поэтому, когда заходит речь об афинской демократии, вообще, нужно не забывать, что демократичность сельских жителей, будь то мелкий крестьянин или крупный землевладелец-аристократ, и военствующая торгово-промышленная демократия города, это очень и очень разные вещи. С самого начала комедия была острым политическим памфлетом, направленным против, так сказать, зажравшейся кучки богачей, против софистов, против тех, кто подталкивает народ к войне. Хотя комедия, как мы обычно себе представляем, все-таки это изобретение отеческое, но, как писал Аристотель, уже в древности оспаривали эту пальму первенства сицилицы и мегарцы. Действительно, есть такие глухие упоминания, что в начале VI века до н.э. в Мегарах, это соседний городок с Афинами, возникла примитивная комедия из таких несвязанных между собой сценок. Темы были бытовые, карикатурного плана, и потом вот этот мегарский фарс якобы перенес в Афины Сусарион. Вот Сусариона Аристотель и Суда упоминают, как первого комедиографа, первого представителя древней комедии. В то же время в Сицилии возник мим. То есть дословно это подражание сценка, это была пантомима, тоже с кривлянием, дурачеством, в основном на такие вот бытовые темы. И этот мим лёг в основу сицилийского народного театра и литературного жанра. Вот в жанре мима творили Мнисарх и Сафрон. Они писали прозаические мимы, но это ещё не была комедия в классическом понимании, потому что там не было ни фабулы, ни развитой драматургии. Это были короткие диалоги, которые изображали характера. Но именно на земле Атики, чтобы там не говорили, возникли наилучшие условия для развития комедии, и здесь она достигла вершины своего развития. И именно в Аттике, в Афинах, в V веке до н.э. на Алинеях было устроено состязание трёх комедиографов. До этого они не состязались. А потом они уже... Вот эти состязания... Состязались только трёх. Да. Потом уже вот эти состязания были перенесены и в Дионисии, и в Великой Дионисии, и в Малые, или в Сельские Дионисии. Здесь нужно сказать, что все три жанра греческой драмы были между собой связаны тесно. Много общего у комедии сатировской драмы, потому что герои её, сатиры, сами очень любили поблагурить, попохабничать, выпить вина, потом гоняться по лесу за нимфами и именадами. Не брезговала вот этими, так скажем, вот этими утехами и лесной бог Пан, тоже который входил в свиту Диониса, сын Гермеса. Он изображался тоже миксантропически, то есть шерстист, рогат, козлонок, хвостат, бородат. Но поскольку сатиры вообще весёлые демоны, то всё, что бы они ни делали, было смешно. Особенно, когда они с пьяных глаз путали объект охоты и начинали приставать к суровым девственницам Артемиды или к самим богиням. Вот тогда они совершенно в буквальном смысле получали по рогам. Как это показано на известной скульптуре Афродита и Пан первого века до н.э. где Пан, который очень напоминает нашего чёрта в исполнении Миляра, в вечерах на охотере близ деханики, он хватает богиню за руки, та замахивается в сандалии, а её защищает маленький род, который хватает за руку этого незадачливого ухажёра, отталкивает от матери. Ну вот, больше всего как раз на комедию повлияла трагедия, как ни странно. А жанры это совершенно противоположные. Да, ну здесь хотелось бы ещё вот то, что добавить. Правильно Лариса сказала, что комедия, с одной стороны, ну, пожалуй, своим ощущением напоминает сатировскую драму, но там есть всё-таки определённое отличие. Сатировская драма, которая создавалась трагиками, это практически всегда металлогический сюжет. А комедия, это особенно вот в пятом веке, это прежде всего реалии той... Окружающей среды. Да, той настоящей человеческой жизни. Хотя, там будут тоже мифологические сюжеты, хотя вот здесь вот тоже спорят специалисты, это действительно в каком-то мере пародирование мифологического сюжета, либо это, скорее всего, пародирование сюжетов-трагиков. Но вот судьба этих двух жанров оказалась различной. Вот трагедия, блеснув в пятом веке, и мы в прошлый раз рассказывали о трёх великих представителях этого жанра, она будет и дальше существовать, по крайней мере, в четвёртом веке, может быть, даже и позже. Но мы практически почти и не знаем-то имён более поздних трагиков, по крайней мере, они уже, ну, явно не могли состязаться с классиками. И, кстати, произведения которых были как бы узаконены, и потом в четвёртом веке было принято решение об их повторной постановке. В пятом веке только Исхилу было позволено после уже смерти ставить его произведение. А вот комедия, она будет развиваться, начиная с пятого века, по крайней мере, до начала эпохи еленизма. И вот здесь мы видим, что комедия не некий такой застывший жанр, а у комедии есть развитие. Причём развитие очень логичное, которое связано с развитием греческого общества. И вот уже в эпоху еленизма, и мы много раз уже на разных передачах говорили, что очень большое значение сыграли первые филологи, филологи, которые работали в Александрийской библиотеке, которые собирали вот всё огромное наследие литературное. Начало эленизма, это третий... Это после, да. Эленизм вообще-то можно датировать либо сначала походов Александра Македонского, либо сразу после его смерти. Но вот это вот та трёхсотлетняя эпоха, которая будет до завоевания Греции Римом и всех еленизмических государств. Так вот, именно в Александрийской библиотеке впервые для комедии выработали периодизацию. Они занимались и собиранием текстов, и изучением, и исправлением текстов. И в том числе они первые стали изучать. Так вот, если для трагедии мы не можем назвать какие-то этапы, мы можем сказать, что трагедия 4-го, 3-го века была хуже, чем в 5-м веке, то комедия, отеческая комедия, а здесь практически, хотя Лариса говорила, что есть, как бы истоки лежат и в Сицилии, и в Мегарах, но потом фактически мы знаем только отеческих авторов. И их произведения уже расходились по другим греческим пользам. Так вот, филологи Александрийские выделяют три этапа развития греческой комедии. Это древняя греческая комедия или старая отеческая комедия. Но обычно ее исчисляют с момента, когда комедию впервые поставили на Дионисиях, это 485 или 486 год. И одни датируют окончанием Пелопонесской войны, это конец 5-го века, либо же, поскольку здесь самый яркий представитель Аристофана, то обычно датируют смертью этого человека, это приблизительно 80-е годы 4-го века. Затем в 4-м веке, то есть с 388, это последняя комедия, известная Аристофана, до 323-го года, это так называемая средняя отеческая комедия. И потом с 322-го, ну это год, когда греки, афиняне проиграли последний бой Македонии, и там у них установилась умеренная олигархия. И вот уже начинается эпоха эллинизма. И где-то до 263-го года, это вот так называемая новоотеческая комедия. Хотя и дальше будут сочиняться разные произведения в жанре новоотеческой комедии. Известно, что еще и в 1-м веке, ну по крайней мере до новой эры, будут ставиться вот эти самые комедии, то есть их будут продолжать писать. Но в принципе вот это трехчленное деление, оно сохраняется. Что для нас интересно, что было очень большое количество комедиографов. В принципе, их общее число исчисляется больше, чем 100. Даже, так сказать, больше, чем эта самая цифра. Это те люди, которых мы знаем по именам. Так вот, к сожалению, от всего этого огромного наследия остались только фрагменты. За исключением двух авторов, о которых мы поговорим потом подробнее. Это Аристофан и Минандер. Другие же авторы, повторяю, их десятки, больше, чем 100. Так вот, известны имена и в основном названия их произведений и часто небольшие цитаты. В основном это эпоха эллинизма, это эпоха ранней Римской империи, когда уже как бы античное общество начинает подводить некоторые итоги. Очень любили составлять разные сборники, разные какие-то хрестоматии, какие-то тематические подборки. И тогда из еще существовавшего тогда наследия выбирали разные цитаты. Благодаря этому у нас много известно отдельных фрагментов. К сожалению, по этим фрагментам очень трудно восстановить содержание тех или иных пьес. Но просто хотелось бы, чтобы мы понимали, как развивалось и сколько было этих произведений. Скажем, для древней отеческой комедии известно около 40 авторов. И известно, что они написали не менее 300 пьес. Для средней отеческой комедии 57 авторов, 800 пьес. Для новой отеческой комедии это больше 60 авторов. И количество их вообще не поддается учету, потому что, забегая вперед, нормальные авторы эпохи средней отеческой новой отеческой комедии писали очень много. Но, скажем, Аристофан, о котором мы будем дальше говорить, он написал около 40 пьес. Минандер, о котором мы тоже будем говорить, он написал либо 105, либо 108 пьес. А вот, например, такой автор, как Антифон, он написал 365 пьес. Другой автор, порядка 265 пьес. То есть, более поздний автор писали сотнями уже эти самые произведения. Потом мы поговорим, как вообще это возможно, и почему так много. Но главное, что вот этот жанр представлен огромным количеством написанных, созданных произведений. Но дошло до нас буквально отдельные цитаты. Поэтому только на двух представителях этого жанра, прежде всего, старо-отической и ново-отической комедии, мы можем рассмотреть более подробно особенности греческой комедии. Я бы хотела добавить по поводу плодовитости вообще греческих драматургов такой интересный факт, что на Великих Дионисиях всегда принципиально ставились только новые произведения. Даже если какие-то были очень удачные, ну, по правилам их не разрешалось второй раз показывать на Великих Дионисиях, поэтому они перекочевывали уже в сельские, в Малой Дионисии. И поскольку первые три дня состязались трагики, а как мы помним, там было три автора, причем там трилогия, потом еще кончалась сатировской драмой, и четвертый день уже постепенно со временем стал отдаваться комедиографам, то иногда в год ставилось до 30 новых пьест. Это вот настолько даже для нашего времени показательно. Но, конечно, потом со временем, когда уже трагики, ну, можно сказать, исписались, постепенно появились повторы. То есть, в общем, благодаря сельским Дионисиям, которые записывали наиболее популярные, может быть, произведения, возник такой каталог классических произведений, который и ставился. Но все-таки перед тем, как мы вот перейдем к Ристофану, нужно все-таки еще раз сделать акцент на том, каким образом трагедия-то повлияла на комедию, хотя это жанр совершенно противоположный. Это источник для вдохновения. Да, это совершенно естественно для греков, потому что греки получали катарсис, очищали душу в страданиях и переживаниях за своих героев, а потом это все заканчивалось, разрешалось вот такими вот веселой шуткой на комедиях. Мы говорили на прошлой передаче о последнем великом трагике Эврипиде и говорили о том, что его творчество очень сильно отличается от того, что писали Сафокл и Схилл, потому что они творили в эпоху расцвета афинской демократии, поэтому у них такие ясные, в общем, возвышенные произведения, светлые, с жизнеутверждающим началом. А Эврипид уже застал совершенно другие Афины. И, собственно говоря, те же Афины, которые застал Аристофан. Почему, собственно, так много общего? Это были Афины периоды кризиса экономического, политического, социального, духовного. Произошло очень резкое расслоение общества. Вчерашние еще крепкие собственники, земледельцы и ремесленники разорялись. А сверхбогачи, которые обезумели от талчности, не только эксплуатировали своих же собственных сограждан, но и подталкивали народ к войне, которая была выгодна только им. Действительно развязали вот эту страшную Пелопонезскую войну 431-404 годов до нашей эры, которая потребовала колоссального человеческого и материального ресурса и таких же жертв. Пелопонезская война. Война между двумя объединениями греческих полюсов, Афинским морским союзом и Пелопонезским союзом во главе со Спартой за гегемонию в Греции. Война началась в 431 году до нашей эры и закончилась в 404. Победой Спарты, которой на последнем этапе войны финансовую помощь оказала Персия. Афинский морской союз был распущен, а в Афинах на некоторое время была упразднена демократия. Дальше там разразилась эпидемия чумы, которая унесла четверть населения. Дальше там неудача в Сицилийской экспедиции, еще несколько десятков тысяч погибших. Произошло резкое разорение населения. И это сказалось вот в чем. Дала трещину вера в олимпийских богов, в их справедливость и в богоизбранность Афин. Претерпели изменения традиционной ценности, в том числе семейные. И самое главное, были размыты идейные основы полисов, в которых каждый гражданин имел какое-то место в обществе, совершенно мог на него спокойно рассчитывать. И в условиях такого резкого обнищания пошла грызня, появились различные политические группировки, тайны общества гетерии. И резкая поляризация общества вызвала, конечно, недовольство массы населения, которое больше всего от этого страдало. Европит это все видел, но не знал, как помочь родному городу. Он это отражал в своих трагедиях. Поэтому многие его персонажи изначально героические, мелкие, злобные, завистливые, мстительные, лгут, предают близких, убивают. А ведь это, извините, боги, боги и герои. Это, конечно, уже не персонажи мифологии, потому что, по сути дела, миф у Европитда был десакрализирован. И вот этот орел священной истории, который осенял общественные порядки и политические институты, был разрушен. И это никому не нравилось. Потому что что получалось? Вот ждет человек месяцами Дионисий, чтобы посмотреть эти представления. Дождался, наконец. Идет в театр, чтобы после всех этих передряг испытать очищение, испытать катарсис, прильнуть к хрустальному источнику чистого искусства, что же он там видит. А себя он там видит и сограждан, которых в гробове дал. А зритель хочет положительного героя. И современникам нашим это очень понятно, которые включают телевизор или идут там на какие-то представления. Одно и то же. Вот только у них, у нас есть выбор, а у афинин это было единственное зрелище. Поэтому у Еврипида не было поклонников, и за 50 лет творческой деятельности он побеждал только пять раз. Причем последний раз уже посмертно. Еврипид – последний из трех великих афинских драматургов, включая Исхилы и Сапохла. Из 92 его произведений до нас дошли 19 трагедий. Еврипид выступил новатором традиционной атической драмы, в которую внес многие новые черты. Переход к бытовому содержанию, сближение с современной жизнью, психологизм характеров, особенно женских. Еврипид послужил объектом блестящей пародии для Аристофана в комедии «Лягушки». В 408 году до н.э. Еврипид покинул Афины и переехал в Македонию, где и создал своих знаменитых вакханов. Его, конечно, собратья по перу ценили. Софокл после смерти Еврипиды вышел в черном гематии, народ плакал, актеры были и хор неувенчаны. Софокл вот что сказал, что он, Софокл, изображает людей такими, какими они должны быть, а Еврипид – такими, какие они есть на самом деле. Конечно, это никому не нравилось. И при жизни Еврипиды не ценили. А вот после смерти он стал очень популярен. Причем именно у комедиографов эллинистического времени. Ну и дальше там и Рим, Средневековье, Новое время, новейшее, вплоть до писателей XX века. И до сих пор больше всего из греческих трагеков ставят именно Еврипиды, потому что никого не может оставить равнодушным страдания там Гикобы, Андромахи, Электро, Медеи. И в творчестве Еврипиды драма достигла вершины своего пафоса и своей трагичности. И на ней уже она кончилась, потому что он эту трагедию, по сути дела, разрушил. Ведь под названием комедии он писал так называемые социально-бытовые драмы с комическим элементом и хорошим концом. А это разрушение всех канонов. Поэтому, ну причем вот эти комические моменты, они до сих пор вызывают хохот. И ими, в общем-то, в качестве источника воспользовались и комедиографы эллинистического времени. Они прямо говорили, что мы вышли из трагедии Еврипида. Но при жизни Еврипид, как и многие гении, которые опередили свою эпоху, был непонят. Он подвергался критике, издевательству, насмешкам. И больше всего ему доставалось от комедиографа Аристофана. Так вот, как раз хорошо, что мы вспомнили Еврипида, потому что я уже сказал, Аристофан, ну он родился, считается, где-то в 445-46 году, умер около 385-го года. Я уже сказал, что ему в античности приписывали 44 комедии, правда, 4 неподлинных, то есть 40. И ему... А что значит неподлинные? А это значит... А это очень часто в античности. Это когда... Под его именем. Приписаны какому-то автору, известному автору. То есть мы не знаем, чьи это... Кстати говоря, это есть такие же вещи у многих авторов, когда мы обычно называют псевдо. Вот. Почему эти 4 недостоверных, они вообще не дошли, так что мы можем спокойно их опустить. Причем, кстати, самые ранние комедии Аристофана, поскольку он по возрасту еще не имел права выступать, они содержали нападки на политиков, в частности, на Клеона, который подал на Аристофана в суд. То вот более старшие его друзья, они были вынуждены спасать Аристофана, выступая якобы от своего имени. Но здесь еще есть одна причина, почему другие ставили его пьесы вот в ранние годы. Так вот, важно отметить, что от Аристофана от 40 подлинных дошло 11. Ни один автор не имеет такого процента сохранности. четвертая часть сохранилась его произведение. Не важно, тройки или комик. Да, ну, извиняюсь. Текст полностью сохранился. Текст, да. Ну, здесь потом можно сказать, почему это произошло. Сейчас для нас важно другое. Так вот, в 11 сохранившихся пьесах Аристофана, раз мы говорим об Еврипиде, Аристофан цитирует и пародирует 30 трагедий Еврипида. То есть, Еврипид на всю его жизнь оказался вот таким сказочным объектом насмешек. Причем, повторяю, он очень жестко высмеивал Еврипиды. И в то же время его же товарищи по цеху говорили о том, что сам-то Аристофан вышел из Еврипида. Вот Лариса правильно говорила, что позднее Еврипид, он как бы, особенно он здорово, конечно, проявился в творчестве новой отеческой комедии. Но первым, кто использовал, по сути дела, приемы Еврипида, которого он же и подвергал насмешкам, это был Аристофан. И поэтому, конечно, имя вот этих двух людей, Аристофана и Еврипида, они очень тесно связаны. Так вот, если о самом Аристофане, он действительно начал очень рано. В принципе, считается, что он первые свои комедии написал, когда ему еще не было 20-ти, и вот первые комедии это «Едоки» или «Пирующий», это 427-й год, потом «Вавилоняне» 26-й, потом уже «Охарняне» это уже 25-й год. Так вот, первые комедии он ставил от имени «Калистрата». Точнее говоря, «Калистрат» был официальным как бы автором, от имени которого выводился хор на эту самую орхестру. Ну, вот здесь есть несколько объяснений. Ну, вот Лариса привела к тому, что такую точку зрения, что он как бы прятался за спинами более старших товарищей. Сам Аристофанов более поздний комедий, а он часто комментирует эти все вещи. Так вот, он говорит, что он еще был молод, и как девушка, он еще как бы было неприлично ему рожать в этом возрасте, поэтому он передал свое дитя более старшим товарищам. Но здесь есть еще один очень важный аспект. Понимаете, вот когда даже мы говорили про трагедию, вот Лариса говорила, что там Европейд победил пять раз, в принципе не так часто побеждал Аристофан, хотя часто все-таки, Минандер, он тоже там восемь раз из этих всего ста пяти этих пьес побеждал. И вот когда мы читаем вроде бы произведения классиков, ну как же Европейд мог не побеждать? Так дело в том, что мы немножко неправильно оцениваем греческий театр в целом. Ведь театр это не текст, вот мы имеем дело с текстом. А особенно в комедии, в комедии важно было все, во-первых, костюмы, роскошные костюмы, которые шили специально для этого представления. Пускай простенькие, но декорации, которые там были. А еще один аспект, который мы тоже все время забываем. Понимаете ли, вот театр, представление, это еще музыка. Музыка, которая сопровождает действия. А вот музыку мы вообще не представляем, как она звучала. А ведь от музыки очень много зависит. Или танец. Особенно, вот почему я говорю, для комедии. В особые моменты хор должен исполнять танец. Причем вот эта самая постановка танца, вот эти пати, движения, которые они делают, они очень сильно воздействовали. Вот в Трагедии этого не было, они там не танцевали, там хор был, но не было этого самого танца. А здесь же, во-первых, хор был большой, 24 человека. Вот. И в основном-то, ну, у них есть, конечно, ну, вот сама структура как бы комедии, она как бы состоит из нескольких частей. Это сначала некий пролог, вот как у Аристофана, как это, то есть это введение в сюжет, введение в действие, что должно происходить. Затем, вот, собственно говоря, с чего и начинается и трагедия, и комедия, это пород, то есть выход хора, и с этого начинает развиваться это действие. Потом некие сцены, которые подводят нас к главному и в трагедии, в комедии, это огон, то есть главная напряженная. Но вот в комедии есть еще один очень важный элемент, который особенно важен у Аристофана, потом он просто пропадет в среднеотеческой комедии, в новоотеческой комедии, это так называемая парабаса. И вот здесь как раз это очень важно для понимания, что есть такое комедия. Вот, представляете, идет некое вот это самое движение, действие, очень энергичное, понимаете, вот, и вдруг, как в современном телевизоре, вдруг, оставайтесь с нами, да, прерывается действие, и хор, и корифей хора вдруг обращается к зрителям от лица автора. Вот просто, то есть совершенно никак не связано. И вот в этой парабасе, которая была очень сильно именно у Аристофана, хотя, я думаю, что это было и у Фполиды, и у Кратина, два других великих, там еще и Платон у нас был, великий тоже комедиограф, там масса было еще, мы говорили о этих. Так вот, парабасы, это и есть обращение к зрителю. И вот здесь автор, вот, в частности, Аристофан, в первых, вот он рассказывает каким гонениям он подвергался со стороны Клеона. То есть это слова автора, его точка зрения. Его точка зрения. Его точка зрения на современные события. Вот, например, Лариса говорила о том, что вот комедии никогда не ставились, было одно исключение в пятом веке. Когда в 405 году Аристофан поставил лягушки, и потом поговорим еще об этом произведении, там, своя собственная тематика, но в парабасе он обратился к зрителям, что надо простить тех граждан, которые были замешаны в перевороте 411 года, здесь, в тяжелую годину испытаний, нужно всем собраться. И Афине, во-первых, поставили его на первое место, благодаря, ну, не только благодаря парабасе, но единственный раз потребовали повторного исполнения, как считают, ради этой самой парабасы. А потом, соответственно, после агона так называемые эписодии, их может быть сколько угодно, где, так сказать, иллюстрируется результат вот этого самого агона и потом этот самый эксот. Причем, опять-таки, что интересно, в чем специфика, ну, по крайней мере, вот у Аристофана. всякая комедия, вот Лариса говорила, что все это возникает комедия из каких-то там непристойностей, там каких-то шуточек, там, и вот это вот насмешки над политиками, которые все это, все это входит в понятие ритуальности. Так вот, любая комедия должна кончаться пирушкой. Это не про... Во-первых, все хорошо кончается, естественно, но главное, это вот некая сцена, ну, то ли обжорства, то ли вот празднования, причем с едой, поскольку здесь сохраняется ритуальный характер комедии. Это есть подведение итога, это со-трапеза с богами. Поэтому не только счастливый конец, а счастливый конец в материальном смысле этого слова. Вот это самая совместная еда. Ну, ведь Дионис же был не только богом виноделия и виноградарства, он был и богом производящих сил. Поэтому, ну, самое яркое, может быть, и, может быть, материальное воплощение этого, это фалафории, то есть, это шествие в праздники. Вот потом это в комедиях немножко переделась как бы вот действительно свадьба, пирушка и шествие с файкелами. А вначале-то как раз это шествие вот с файкелами. И самое интересное, например, вот те же сатиры, да, мы говорили о костюмах, вот, они изображались там тоже прыгающими, там была горющими, хохочущими. Костюм был такой, или это была козья шкура или мохнатый хитон, сзади они себе приделывали, привязывали хвост, а впереди большой красный кожаный фалос. То есть, это вот как бы символ производящих, это символ Диониса, вот эта этифоличность. Ну, если говорить вообще о технике, то Андрей совершенно прав. Нам очень сложно оценивать в целом любую пьесу, будь она там трагическая или комическая, потому что это одновременно и декламация, и танец, и пение, ария причем, и балет, и кардебалет, и все, что угодно. Плюс мы должны еще помнить вот о чем. Все-таки актеры были несколько скованы, поскольку у них были маски, были вот эти катурные, то есть, они особенно передвигаться не могли, хотя вот в комедии там уже катурные были такие охотничьи сапушки, там можно было двигаться и танцевать, можно было двигаться, но все-таки маска оставалась, поэтому мимика здесь исключалась, на первое место выдвигается, во-первых, звучный голос, потому что там картавовы, шапелявы, актеры просто бы ну, освистали бы и там вообще очень была такая горячая публика, вот, освистывали, закидывали различными там овощами, фруктами, вот, во-вторых, он должен был красиво петь, в-третьих, он должен был подражать женскому голосу, да и вообще-то и походке и так далее, и в этом, в этой игре очень большое место занимало, помимо дикции, еще и жестикуляция, вот, существуют такие вот, как бы, руководства учителей ораторского искусства по игре пальцами, то есть, мы всего не знаем, но существовало до 20 положений пальцев, и каждое положение что-то означало, вопрос, отказ, какое-то любопытство, вот, и что же говорить тогда о языке тела, там нужно было не только танцевать, но, например, если поза означала отклоненный назад стан и выдвинутая вперед нога, обозначала либо старика, либо благородного юношу, голова, вобранная в плечи, значит, или поросит, или раб, вот, очень были богатые костюмы, вот, от культа Диониса как раз вот эта богатая маскировка и пришла, то есть, шикарные маски, причем маски были иногда и двойные, то есть, они надевались как шлем, потому что иногда по ходу действия актер, там, ну, допустим, он не мог переодеться, и вот он изображает, допустим, Эдипа, а потом он поворачивается спиной, а с другой стороны маска, где у него окровавленное лицо, когда Эдип в себе выколол глаза. Маски были очень интересные, иногда для одной и той же роли несколько масок было, очень интересные были костюмы, были типичные костюмы, были костюмы специально сделаны для такой роли, вот, как, например, аристофановские осы, то есть, это были костюмы ос, мы можем только предполагать, как они выглядели. в комедии лягушки, это были вот лягушки, то есть, это какие-то зеленые такие одеяния, вот, какие-то, допустим, прорицатели выступали в каких-то сетчатых одеяниях, и потом нужно сказать, что, ведь, поскольку театр был большой, актер маленький, значит, нужно было его увеличивать, это были всякие там накладки на тело в виде подушек, там, на руки что-то накладывалось, катурны, если были, это вот в трагедии, и маска, а маска была не просто большая, она была высокая, потому что сверху приделался так называемый онкос, к нему, вот к этой треугольной штучке крепился парик, он так это маскировался, и это придавало и высоту, и величину, и величавость, ну, и плюс, вот такие вот роскошные костюмы, например, там, цари обязательно изображались в красном, с золотом, расшитые там какие-то были, вообще не случайно, когда в далекой Испании местные жители впервые увидели актера, а они пали перед ним и подумали, что это новое божество, вот настолько это вот впечатляло. И в комедии, в трагедии, поскольку мимика не могла присутствовать, мы закрываем маской, поэтому играл большое значение цвет. Белая – это женщина, например. Символика цветовая. Символика, да, там, пурпурный – это человек там в гневе, рыжий – это всегда обманщик. Особенно в комедии обязательно присутствует персонаж, или несколько персонажей, которые занимаются, особенно среди рабов, вот, хитрые всякие… Пронырливые. Пронырливые рабы. Иногда для себя, часто для хозяина они обычно вот здесь присутствуют. А, кстати, вот в отношении того, что Лариса сказала, действительно, поскольку есть только голос, которым мы выражаем этот самый текст, эмоции, которые возникают в связи с этим, и телодвижения, вот, как ни странно, ближе всего к греческому театру это индийский театр. именно они разработали систему телодвижений и игрой руками, жестикуляции. Так вот, поэтому, когда мы смотрим современные индийские фильмы, как это ни странно, они гораздо ближе к греческому европейскому театру, чем то, что возникает потом. Давайте вернемся к Аристофану. Аристофану. Так вот, для всего жанра комедии, эпохи старой отеческой комедии, как раз характерно, очень важный элемент. Это элемент демократического общества. Поэтому главное, что является предметом для сюжетов, это наша повседневность, наша политическая жизнь. Причем, опять-таки, хотелось бы, чтобы мы поняли, что для грека политика это не есть нечто отстраненное, то, что в ящике показывают, да, там какие-то люди занимаются. Политика это то, что меня окружает повседневно. И меня это касается. Это не то, что кого-то касается, там, в доме, в правительстве и так далее. Это мое дело. Поэтому вот такая заинтересованность, она была очень важна для зрителей. И поэтому не только у Аристофана, но вот у тех авторов, которые мы называли, дошли эти самые фрагменты. Так вот, прежде всего нападкам подвергаются самые главные ведущие лидеры афинского государства. Боже мой, в 30-е годы чего они писали про Перикла? Великий вождь афинской демократии, умеренный, очень сдержанный и так далее. Какие гадости про него не рассказывали авторы. И про Спазию. Умная, красивая женщина. Всякие непристойности. А Спазия это же на Перикле, во всех случаях. Ну, это не совсем жена, подруга, да, поскольку по афинским законам они не могли быть законом браки. Перикл, афинский политический деятель, знаменитый оратор и полководец, лидер афинской демократии. После изгнания своего главного политического противника Укидида, Перикл 15 лет подряд избирался в коллегию высших руководителей Афин. Под его руководством афины достигли вершины своего могущества. Перикл укрепил власть афинин над членами Первого Афинского морского союза, в который входило около 200 греческих государств. Перикл украсил Афины, особенно Акрополь, знаменитыми постройками Парфенон и Пропилеи. В 1492 году до нашей эры, на отмете год после начала Пелопонезской войны, Перикл, как и тысячи других афинин, пал жертвой эпидемии чумы. Аристофан начал писать немножко позже, но, кстати говоря, уже с самого начала, ну, не с первой, но со второй комедии он прославился. Это была «Вавилоняне» комедия, это 26-й год. Так вот, он представил в виде как бы подданных персидского царя афинских союзников. И здесь, на Великой Дионисии, когда эти представители союзников, 170 с лишним вот этих самых городов, членов союза, он показал, какое униженное, какое рабское положение по отношению к афинским демократам, господам, занимают эти самые союзники. После чего Клеон-то его и привлек. Он говорит, как же так? Мало того, что ты позоришь нас перед гражданами, ты еще позоришь перед натостранцами. И подал, во-первых, иск за оскорбление афинской державы, проиграл. И подал иск, который очень часто был в афинской демократии, о незаконном присвоении афинского гражданства, тоже проиграл. Кстати говоря, забегая вперед, потом сам Аристофан сколько раз в своих пьесах про политика говорил, что он не афинского происхождения. Это была ложь. Но, понимаете, вот в политике и в комедии ложь допустима. Это правила игры. Вот. А потом, когда он поставил уже вот про Клеона, и вот здесь вот Бахарняных он обругал Клеона, почему обвинил его во взятничестве. Может быть, кстати говоря, это было и правда. Говорят, Клеон, хотя и был зажитченным человеком, но после смерти, откуда-то у него взялось наследство в 50 талантов. Не знаю, правда, не правда. Учтите, что очень часто слухи передавала традиция. Так вот, когда Клеон понял, а это был лидер демократии после смерти, Перекла, что Аристофан не успокоился, он просто его поколотил. Не он поколотил. Аристофана встретили на улице соответствующие люди и поколотили. Аристофан сам потом признался. Он, правда, жаловался, что Афинини его не защитили. Но он продолжил. И вот, когда была следующая замечательная комедия, это «Всадники», тоже критика Клеона. И здесь вот самое интересное, то, что нам показывает, что такое вообще политическая сатирра. Когда тысячи афинских зрителей, которые пришли в театр, им показывают главный герой Демос, народ, старикашка, глухой, выжил из ума, которого обманывает его раб Пафлагонец, Клеон. И вот народ видит... Пафлагонец это жители пригорода. Пафлагоний. Но его называют кожевником. Это намек на Клеона, потому что он был владелец кожеви на мастерской. Пафлагония, это вообще-то часть в Малой Азии. Из Пафлагонии часто привозили рабов. И эти рабы считались самыми никудышными. Так вот, говорят, что перед постановкой делали маски и должны были сделать маску из его Пафлагонца, естественно, похожей на Клеона. Мастер отказался. И, во-первых, играл этого Пафлагонца, Клеона, сам Аристофан, вымазав себе лицо красное вот этим жмыхом от этого винограда. Но, повторяю, вот сидит Клеон, причем ему тогда в честь победы нацфактерии дали право сидеть в первом месте. Вот сидит ведущий политик государства, а в нескольких метрах от него изгаляются, показывают, что он есть такой. И, знаете, самое главное, что вот, ну, кроме того случая, как побили, других каких-то особых нападок не было. Ну, вот там, помимо Демаса, участвуют еще два раба, значит, некий демосфен, который, руководствуясь какими-то оракулами, там уже и критика оракулов идет, выкрадывают вот этого Кожевникова, потому что по оракулам место фаворита должен занять другой колбасник. Потом выясняется, что это агорокрит. Вот. А после того, когда проходит агон, то есть вот состязание между Кожевником и колбасником, вот этот Демас, впавший в детство, выбирает колбасника, то есть еще более жуткого плута авантюриста. Вот здесь самое главное, что наглеца, вора, совершеннейшего негодея может победить не добрый человек, а только больший негодяй. Да, еще больше пройдоха. Да. Вот. И он его выбирает, после чего вот этот агорокрит, колбасник, для того, чтобы омолодить своего хозяина, значит, бросает его в кипяток, ну, это прям как в коньке с гормонки, тот выходит действительно омоложенный, хватает гитер и, значит, отправляется на пир вместе с вот этим вот колбасником. А против кожавника ополчаются даже всадники. Вот всадники это вообще-то аристократическое сословие, и Аристофан не выразитель этого слоя, но просто он уже просто ищет каких-то союзников. Так ведь дело в том, что это не комедия характеров и не комедия индриги, потому что там вообще развития-то никакого нет. Это образы демос, то есть народ. Это, значит, совершенно разложившееся народное собрание в Афинах, власть, к которым поочередно переходит различным там авантюристам и политиканам. А некий демосфин в то же время это имена полководцев, которые вот участвовали там и в сицилийской экспедиции. Они умеренные, демократы, в отличие от три года. но они по заданию вот этой вот богатой верхушки демоса, они вели вот эту пелопонесскую войну. И вот здесь очень много таких политических намеков. Есть и религиозная критика, но главное вот в этом конце, когда демос бросают в кипяток. С одной стороны, старикан-то выходит омоложенный, то есть периода Соломена-Марафона, когда было единство народа и когда, в общем-то, афины переживали тот свой период расцвета, к которому хотел бы вернуться Аристофан. А с другой стороны, здесь второй подтекст, что современная вот правление современное общество настолько разложилось и настолько несправимо, что улучшить его можно только уничтожением, то есть бросить его в кипяток. Где вот так и сварится. Ну, еще хотя бы коротко про две комедии, чтобы было понятно. Все-таки Пелопонезская война шла три десятилетия, Аристофан в свое время боролся против него. Вот, кстати говоря, очень интересно, государство борется, в смысле, сражается, а есть люди, которые выступают за мир, и его не хватают, не сажают, ничего не происходит. Так вот, Лисестрат, чем интересно, когда женщины всей Греции договорились саботировать супружеские обязанности и только таким образом закончили Пелопонезскую войну. Это раз. И есть у него, он постепенно переходит таким фантастическим комедиям, которые уже не связаны как бы непосредственно с какими-то политиками, а просто с ситуацией. Вот самая последняя комедия 388 года, Плутос, когда встречают бога богатства, он оказывается слепой, поэтому деньги-то и всякие блага получают люди несправедливые, да, люди совершенно недостойны этого. И афинский гражданин отводит его в храм Масклепи, тот прозревает, и наконец-то все блага начинают распределяться по справедливости. В жизни так не бывает, но так бывает в комедии Аристофана. Ну, здесь вот еще нужно что сказать, что с одной стороны мы могли бы подумать, что это наконец-то воплощение идей Аристофана, который мечтал о равенстве, в том числе и равенстве в богатстве. Но с другой стороны он критикует эту утопию, потому что вот этот вот крестьянин, он ведь не только хремел встречает плутаса богатства, он встречает бедность. И бедность приводит очень весомые аргументы, почему она должна быть. Если все будут богаты и сыты, а кто же будет работать тогда? Потому что сытые и богатые не работают, работают рабы. А если все остановится, все, так сказать, зажируют, значит, остановится вообще вся общественная жизнь. Ну, здесь надо сказать, что вот Аристофан, он самый яркий представитель древней антической комедии, это политическая сатира у всех. Средняя антическая комедия, это практически отходит от политики, там, хотя политика есть, но она уже совершенно другого калибра. Афина уже не то государство. Там в основном идет пародия на трагиков, там встречаются вот либо мифологические сюжеты, либо появляются бытовые сюжеты. И поэтому уже в принципе переход к новоотической комедии является вполне закономерным. После Пелопонесской войны очень сильно обеднели Афины. Это уже не центр. Даже после того, как там, после Лиссандра восстановилась демократия, это уже не центр культуры. В алинизме он перемещается на восток, ну, скажем, вот в Александрии, в Египте. И уже нет вот тех богатых людей, которые раньше занимались хорегией. То есть могли поставить на свои деньги вот эти богатые спектакли. Город на себя берет эти обязанности и, соответственно, он уже нанимает людей, которые будут там участвовать. И постепенно таким образом формируется профессиональная гильдия актеров, чего раньше не было. Их называли техниты Дионисы. То есть они шли в обозах Александра Македонского, Диадохов. И в любом разрушенном военном городе они давали такие спектакли. очень часто бесплатно, только там за какую-то посвятительную надпись и там какие-то подмозки. Вот тогда начала формироваться профессия актерская. Так вот, благодаря этим самым профессиям актерским, благодаря тому, что выработался, во-первых, определенные приемы, определенные штампы, определенные сюжетные ходы, начиная с четвертого века, особенно после работы Феофраста «Характеры», начинается типологизация вот этих самых героев. В принципе, мы теперь, это напоминает вот некоторую игру в пазл. Мы берем каких-то героев и немножко перетасовываем некие сюжетные линии. Поэтому один автор мог писать в течение своей жизни сотни этих самых пьес. Но вот главным, конечно, был Минандр. Причем Минандр, вот афинский гражданин, дядя у него был Алексит, вот тоже комедиографом как раз именно средней отеческой комедии, начал очень писать рано, прожил, считается, не так много. Он родился где-то в 342 году и утонул в 291 году. Он жил сам в Пире и утонул в Гавани. Так вот, Минандра любили безумно. Вот он был самым популярным автором, вот начиная с эпохи эллинизма, все греки его постоянно ставили, никто не ставил Аристофана. Вот, кстати говоря, здесь есть великая вещь. Почему Аристофан, великий комедиограф, не воспроизводился. Он сохранился в текстах и вошел в хрестоматии, но не воспроизводился. Чтобы читать Аристофана, нужно знать реалии. Контекст, те исторические реалии. Минандр писал про людей, которые всегда, везде одинаковые. Смеются там не над людьми, смеются там над теми случайными положениями, в котором они оказываются. А сами люди, они все при чем, там нет негодяев, там люди глубоко чувствующие, глубоко любящие, глубоко сострадающие, только по нелепости судьбы, попадающие в сложные, не всегда смешные положения, но всегда благополучно завершающие вот эту вот сложность жизни. Я хочу поблагодарить моих гостей за очень интересный разговор, надеюсь, мы продолжим его. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся в самое ближайшее время, чтобы вновь продолжить путешествие в историю в поисках истины. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok